На мой взгляд, это из самых главных угроз. Это усиливающийся национализм. Россия для русских, Москва для москвичей и так далее. Это то, что в конструкции нашей империи, которая состоит из фактически национальных образований, так поделена, и именно много национальности, это наш сильный козырь. Это не пустые слова. Мы везде боремся с фашизмом, но у нас у самих полно фашизма. Или ультра-национализма. Больше, чем в Украине. И это очень серьезная для нас проблема, потому что на фоне ухудшающейся экономической ситуации нужно будет перебирать другие карты. Если государство начнет заигрывать с национальной картой, это просто убьет государство. Я думаю, что это проблема номер один. Нам надо быть толерантными друг к другу. Все остальное, честно говоря, мы можем говорить о низких нефтяных котировках, как об основе Егазовых, которые рассчитываются по нефтяным ценам. Да, это очень сильно влияет на нашу экономику, на общественное состояние, но все-таки это не смертельно, в отличие от национализма. Ну, значит, научимся развивать что-то другое и продавать что-то другое. У нас есть что продавать. При грамотном администрировании низкое качество госуправления тоже одна из таких больших бед России, с которой в нынешней ситуации очень сложно пороться, потому что залогом твоего продвижения и нахождения во власти на любом уровне является не твоя профессиональная компетенция, а твоя, так сказать, степень твоего пролиза внутреннего. Максимальная серость и лояльность. Это катастрофа. Просто сейчас на это невозможно смотреть. Это запад уже давно переросло в какие-либо пределы. Вот. Ну и третье, еще раз говорю, люди должны избавиться... Так сложилась история государства, что мы выросли патерналисты. Мы патерналисты. Крепостное право, потом попытка построить плановую экономику, это коммунистическое государство всеобщего процветания. Мы привыкли, что... Мы привыкли не любить наше государство, чиновников, но при этом надеяться, что они для нас что-то сделают, и самое главное желать сесть на их место. Вот это катастрофа. Мы должны быть, еще раз, ответственны за собственную жизнь. Вот, что отличает, кстати, русских от американцев? Ментально. Это очевидное отличие, когда ты там оказываешься. Если у нашего что-то не получается, во всем виноваты все кто угодно, только не он сам. Американец всегда все экстраполирует на себя. Не доучился, не допробовал, не дожелал, там, не знаю, не дошевелил задницы и прочее, прочее. Вот, я думаю, что это вот три таких угрозы, не знаю, но из них только одна может развалить наше государство. Это действительно, мне кажется, вот на проблем национализма. Вот, вы знаете... しいa. Значит, эта меча...